Первые шаги, даже не только в спорте, а первые шаги, наверное, в жизни, в трудовой жизни. Это вот так, может быть, будет вернее. Потому что я начал работать на заводе в Тушино, на авиационном заводе, простым слесарем. Во время войны время было суровое, трудное, тяжелое для всей страны, для всех людей. Ну, мы, мальчишки, как могли, помогали своей родине, вот, работали, хорошо работали, можно сказать, хорошо работали. Были у нас хорошие наставники. То есть, начало воспитания, что ли, вот начинается вот именно с этого рабочего коллектива. В рабочем коллективе там нельзя быть плохо воспитанным. Там сама жизнь, сами условия заставляют человека быть правильным, честным, добрым по отношению к людям, к своей работе, к своему делу, к труду относиться. И вот, вероятно, вот эта система, эти условия воспитали во мне вот эти вот качества быть честным, преданным своему делу, уважении людей, к труду, честности, к доброте. А тогда доброты было больше, прямо скажем. Вот. И вот с этим багажом мне пришлось выйти и на футбольное поле, там же на заводе, где я начинал свою спортивную карьеру. Мальчишки есть мальчишки, все равно тянет на стадион, тянет к мячу, тянет к футбольному мячу, играть с ребятами, возиться с мячами. Так оно и было. На нашем заводском стадионе нас выстрогили этих рабочих мальчишек, несовершеннолетних. И каждому начали давать амплуа. Тренер, ну откуда он знает, кто будет нападающим, кто будет защитник, кто будет ротарем. И он подходит и говорит, например, у нас был такой тренер, дядь Володя Чечеров, он инвалид войны. Не мог уже участвовать в войне, он пришел и стал устроиться на заводе инструктором. И вот он нас построил, и говорит, тебя как зовут? Коля. Ну ты, Коля, у нас будешь правый край. Ну ты, Вася, значит, у нас будешь левый край. А тебя как зовут? Я говорю, Лева. Ну ты, Лева, у нас будешь вратарем. Как вратарем? За что я буду вратарем? Что я плохого сделал? Ведь обычно в ворота ставят какую-то или девчонку, или какому-нибудь мальчишку-неумеху, который не может играть. Вот были у нас вратарей. Я думаю, за что же мне так? А оказывается, я был просто немножко повыше других ростом. Ну раз ростом повыше, значит, верховые мячи легче брать. Ну будешь вратарем. Ну я промолчал, вроде бы и согласился, потому что если я скажу нет, скажу, ну тогда уходи, другого возьмем. А мне не хотелось, хотелось остаться, хотелось играть. Ну вот я остался вратарем в этой команде, в юношской нашей заводской. Ну и так пошло, пошло, и мне самому понравилось. Судьба, наверное, Лев Владимирович? Наверное, судьба, что ли. Ведь судьба очень много играет в жизни каждого человека.